Всем привет! Это Таня Матанин на канале Позитивные Идеи. Я сегодня буду рассказывать про выбор краски. Если вы решили перекрасить все-таки свою мебель или какие-то элементы декора, то первый вопрос это какую краску использовать. Я весь рынок перерыла, посмотрела, что подходит для этого, что не подходит, какие материалы можно красить. Посмотрела вебинары и в результате решилась, что я буду красить. Это видео будет очень полезным, но длинным. Заперститесь терпением, возьмите чайку, расслабьтесь. На основе своего тестирования я сейчас вам буду рассказывать подробности, потому что какие-то краски хорошие, да, но в каких-то случаях они все-таки у меня не устроили, несмотря на то, что они хорошие. Цель моего мониторинга рынка краски для мебели, для декора мебели, была перекраска моей двери. Дверь вещь немобильная, вы ее не можете взять, потом выбросить. Поэтому я приняла решение, что я просто так производителям не верю и продавцам не верю. Я возьму маленькие пробники и начну тестировать. Для этого я взяла свой шкаф, который находится в детской, и он у меня такой шкаф очень дешевый. Я его покупала как временное решение, и в случае неудачи я была готова его отправить на дачу. Я буду включать онлайн свои съемки, когда я делала непосредственно в момент, когда я что-то делала, в момент съемок все уже свежие такие комментарии. Для того, чтобы были видны понятны мои эмоции и впечатления сразу после того, как я что-то делала. Вот такие красочки я буду тестировать. Это вот венская мануфактура, два вида красок. И видите, по цвету я подбирала близкие краски, но они, видите, чуть-чуть отличаются. Это светлее, это темнее. Это Perfect и Кмамбер. И вот такая вот краска. Это импортные краски. Вот тоже у нее, видите, вот такой вот цвет слоновой кости. И вот такая Марабелла. У всех этих красок, ну вот только здесь написано, у них вот очень хорошие характеристики. То есть для окрашивания деревянных поверхностей, в том числе ДСП, ЛДСП, глянцевой поверхности. Изделия из твердого пластика, стекла, металла, керамики, детских игрушек, напольных покрытий, плентусов, стен, дверей. То есть, видите, все что угодно можно покрасить и привести в нужный вид. Это специально декорированные краски. Они не дешевые, но для таких целей как раз все это и нужно. Если мне что-то не подойдет, я еще, может быть, какие-то краски буду пробовать. Так что для тех, кто подбирает краски, я сейчас буду делать такой вот обзор. То есть не просто перекраска моего шкафа, но и тестирование разных красок. Требования к этим краскам. Вот Marabella Perfect, я на них все-таки надеюсь, их не нужно покрывать лаком совсем. То есть вы покрасили, лучше рекомендуют в два слоя. Но посмотрим сейчас, как будет она ложиться. И ничем больше не покрывайте. Вот эти же краски вам нужно будет потом покрывать. То есть если у вас большой объем, помните, что это, в принципе, удорожание. И посмотрите сами цены на эти краски. Они плюс-минус, но когда большой объем, как у меня, то уже цена тоже начинает иметь значение. Я буду использовать полки и разделю их на части, которые буду красить. Так, первое. Это у нас пойдет Marabella. Так, ну, в маленьких баночках, я надеюсь, не будет отличаться красочка. Я специально использую кисточку. Не хочу валик, хочу, чтобы у меня немножко была фактурность. То есть осталась такая. Подготовительная работа всегда долго. Она очень быстро сохнет, практически под кисточкой. Нанесла тонкий слой. Первый. Оставляем. Следующую очищаю. Ничем не буду мочить. Я думаю, что ничего страшного не произойдет. Чтобы ко мне никаких вопросов не было по чистоте кисточки. Видите, как я вымазываю кисточку, чтобы она была чистой. Только потом уже к следующему тестированию перехожу. То есть я параллельно в это время два дела делаю. Вот. И только когда со всех сторон, видите, я ее. Только тогда перехожу к тестированию. Я их рядом пробую, потому что вот это именно те, которые не требуется наносить. Вот она более желтоватая, еще более желтая. Значит, она более какая-то, то есть та более меловая, это более глянцевая краска. Но она все равно будет, она какая-то гладенькая-гладенькая такая. Немножко похожа на эмаль. То есть если та похожа на воду эмульсионку, то эта красится как эмаль. Совсем по-другому наносим. Так, первый слой выравниваем легкими движениями. Вот это мне краска больше нравится. Смотрите, первый слой, ну сразу видно, что она легла более густо. И цвет у нее более насыщенный. Энни Слоун. Надеюсь, я правильно понимаю. Вот. Слишком сильно. Ну, пробуем. Пробуем. Тоже она, кстати, похожа на первую. Более такая, когда наносишь, она прям под кисточкой высыхает, когда очень быстро нужно наносить, чтобы оставалось гулять. Ну, опять же, она ложится более густо. Вот. Очень равномерно. Вы знаете, она так хорошо разглаживается. Очень хорошо разглаживается. То есть даже кисточкой ей лучше всего получается сделать вот этот слой. Понимаете? Вот разница на лицо. Последнее шеби. Ну, пробуем. Наносить. Видите, у меня специальная кисточка узенькая. Для... Вот, чтобы в банку. Хотя, наверное, стоит переливать. Вот, наносятся они одинаково прям. Я сначала наношу. Все прокрашиваю. Вот. А потом выравниваю. Она более гладенькая. Ну, вот она стоит одинаковая. Они одной фирмы. А она вот одинаковая. В принципе, разницы нет. У венской мануфактуры. Что слоновая кость. Только вот эта требует покрытия. А та не требует дополнительного лака. Ну, все. Пусть сохнет. И потом нанесем по второму слою. Так выглядит через час после того, как все высохло. Видите, все она отлично высохнувшая краской. Мы теперь наносим второй слой краски. Обелочка. Вот, смотрите, как она уже вторым слоем кладется. Так. Все. Она уже приобретает, конечно, свой цвет. Уже более жирненько. Наносим. Практически не дыша можно. Не... Слегка-слегка. Я из-за камеры не могу сделать какие-то движения правильно. То есть я сначала наношу, потом разравниваю. Все. Видите, не остается следов от кисточек. Вот бывает, знаете, между кисточкой. Очень красивый эффект. Очень красиво все получается. В два слоя. Я ее уже красила. Пока сохла. Нанесла там первый слой. Вносим второй слой. Может быть, я... Просто мне нужен такой был оттенок, да? Ну и вы тоже. Вот мне около тысячи... 1900 обошлось вот это вот тестирование. Три баночки. Ой, четыре баночки. То есть у меня полосочки вот эти вот получаются. Опять же, она более глянцевая. То есть это легла прям ровно. И если вы хотите, там, идеальный цвет какой-то, ровный, то вот фактически вот это. Если вы хотите, чтобы у вас что-то проглядывало, то получается лучше перфект. Если вы хотите фактуру, чтобы у вас было... Потому что вот это намного ровнее. Если я положу третий слой, она вообще будет идеальна. А это все-таки не так идеально. Ну, кому какой эффект и где нужен второй слой. Вот она ровно кладется. Я без всяких емкостей... Мне немножко неудобно вот так вот буду делать. Ой, как она гладко вторым слоем кладется. Ровно-ровно. Мягко-мягко. Если валиком, так вообще... Так вообще... Все можно очень аккуратно. То есть это, если вы хотите совсем гладкую поверхность... Ну, просто песня она кладется. Не так, как пёфик. Вот теперь чувствуется разница на втором слое. Я ведет совсем по-другому на втором слое. Все краски у меня открылись по-разному. К сожалению, не могу передать впечатление. При нанесении. При нанесении. Вот эти вот, которые... Так, сейчас я наношу. Я говорю, они как побелка. Наносятся. На те, которые... Верненская мануфактура, они к эмали ближе. Выравниваем. Я специально оставляю полоску, чтобы была видна граница. Ой, я вот в эту прям влюбляюсь. Как она ровно ложится, вы просто не представляете. Как она разравнивается идеально. Вот посмотрите. Мазками. Вот что значит качество. Когда вы много работать будете, да. Красота. То есть вот это мне для двери, наверное, подходит больше всего. Вот смотрите, прям близко к вам подведу. Это Марабелла. Да, вот она. Фактура ее. При двух слоях. Так. Это перфект. Вот. Более. Ну, то есть они очень близкие. То есть между ними, когда вот... Если кончилась одна, можно прям другую брать смело. Абсолютно одинаково. И цвет, и фактура. Так. Вот это, посмотрите, как она легла. То есть она очень-очень гладенько ложится. Это я кисточкой делала. Вы представляете? Вы представляете? Если валиком. И вот это. Посмотрите, как идет. Одна и та же кисточка. Я специально это делала. Одна и та же кисточка. Одна и та же фактура. Все одно и то же. И вот такой все-таки разный результат. Потому что когда вы будете, ну, у себя смотреть, да, очень большая разница между вот этой и вот этой. То есть реально. Это больше проглядывает. Вы посмотрите. То есть если вы хотите оставить нижнюю фактуру. Это получается вот, видите, вот эти вот рифлёности. Но при этом нижний слой очень хорошо закрашивается. И это закрасит всё идеально. Понимаете? Вот всё идеально ровно. Вот так. Вот такой вот тестирование. Этот шкаф я всё-таки решила пёфектом работать. Вот второй слой наношу уже. А это первый, чтобы вот вы видели разницу между двумя слоями. Оп. И всё. И всё. Все их обещания, что она... Это уже 4 дня как покрашена. К сожалению, что не нужно покрывать лаком. Вот видите? Вот такой результат. Так как мне те краски не совсем понравились, то я продолжала искать и нашла вот такую вот краску Cadence. Сейчас её тоже буду наносить, тестировать. И мы с вами посмотрим, действительно ли она такая волшебная, как про неё сейчас говорят. Что это новинка. Что она вот для разных покрытий эта красочка. Видите? И для таких, и для таких. То есть она и на металл, и на стекло, и на дерево. Я смотрела обзорчик про неё. И действительно, как бы там девушка тестировала разное покрытие. Мне понравилось. Я взяла два цвета. Потому что всё-таки я решаюсь. Либо я хочу более тёмный, насыщенный такой, но уже не слоновый. Даже эта кость ещё более насыщенный. Но мне оттенок понравился. Либо я попробую серый. То есть две краски. У них нету пробников у этой краски. Только вот такие полномерные. То есть они пол-литровые, вот эти вот ёмкости. Очень она интересная, видите, какая ёмкость. То есть необычная. Её выдавливаешь, как краску. И посмотрим, как она наносится. Буду наносить два цвета одновременно, чтобы сравнить рядом цвета и насколько они хорошо. Начинаю наносить. Конечно, мне немножко неудобно двумя кистями одновременно. Но я решила, что вот так будет быстрее. Сэкономлю ваше время. Немножко краски. Очень интересная она по концентрации. Она практически вообще не растекается. Видите, какая густая. Наносится она. Я буду двумя кистями одновременно. Ой, что-то прям вообще совсем по-другому. Как по маслу её наносишь. Такое ощущение. Так это нежно. Она покрытие делает полностью. Если работать валиком, вообще будет перфект ли идеально. Когда вот действительно вот это перфект краска. Слушайте, я в неё влюбилась с первого раза. И я думаю, что именно её я буду, именно ей я буду красить дверь. И скорее всего, мне вот больше нравится серый пока. Ну, надо ещё с мужем посоветоваться. Ура, в общем. Всё, ура. Я нашла то, что искала. Посмотрим, как она высохнет. Если она высохнет, будет меня устраивать. То я буду ей красить все четыре двери. Как она всё закрашивает хорошо. Волшебство. Долго я выбирала место, где я буду покупать. И я нашла место, где есть несколько производителей. И у них прям специализация перекраской мебели. То есть, они заявляют, что вот мы занимаемся перекраской мебели. И все вот эти краски, которые они используют, они хороши. Я решила, что я буду проводить тестирование. Тестирование я проводила намеренно кисточкой. Потому что кисточка, она даёт большее понятие о том, как ложится краска. Потому что, если вы возьмёте валик, валик вам равномерно распределит. И вы не поймёте, потому что всё равно, когда вы декорируете, то есть какие-то элементы, которые вам нужно прости кисточкой. Обязательно. Из-за того, как ложится краска, у вас будут очень как раз вот эти вот моменты. Потому что это обделка, это какие-то вот верхние элементы. И если будут полоски от прокраса кисточкой, то ваша работа пойдёт на смарку. Вы не сможете этого поправить. У всех четырёх красок был заявлен на слоновая кость. Вот у меня слоновая кость, вот диван, видите. Вот все, когда приходят, сразу говорят, это слоновая кость. Вот, видите, ручки. Она чуть-чуть желтее. И как раз видно шкаф. Вот белый и более жёлтый, это слоновая кость. Так вот, вот эта краска ближе к белому. Чуть-чуть они темнее, причём все. И когда я их нанесла, они, ну вот не смотрятся слоновой костью. Ни одна из четырёх. Они все смотрятся такими, ну, грязно-белым оттенком. Вот для меня. Поэтому я очень расстроилась, мне нужно было насыщенно. И я уже к тому времени приняла решение, что у меня будет вот такая слоновая кость. Потому что к этому дивану у меня как раз вот дверь именно здесь. У меня подходили плитусы по всей квартире к этой слоновой кости. Но я уже увидела, как это смотрится на большом шкафу, на мебели. И поняла, что нет. Дальше. Я была склонна к краске перфект. Потому что производитель заявлял, что когда вы её нанесёте, не нужно сверху покрывать лаком. И всё будет окей. Но, тем не менее, я нанесла. Я на неё очень надеялась. Потому что именно после тестирования она меня более-менее устроила. Я решила, что я буду ей красить. Но у меня осталось после тестирования, естественно, там ещё в бутылёчке. Я решила, я покрашу двери. Подожду день-два. И после этого приму решение. И правильно сделала. Потому что, когда я её всё-таки... Она у меня несколько дней высохла. Я попробовала её, ну, вот прям пальчиком чуть-чуть задеть. В результате я вижу, что ей нужно лакировать. И смысла... То есть, понимаете, на разных основах она, может быть, на какую-то основу и ляжет. Но я-то вот своими глазами вижу, что краска ненадёжно лежит. Ну, видно её. Вот, не знаю. И я решила, что ни одна из этих красок мне не подходит, как хотят. То есть, любые эти краски, они хороши в декорировании. Но всё равно получается, что их нужно все лачить и не одним слоем. Потому что у меня были там в других местах, я прокрашивала, и не одним слоем лака я наносила. И после этого они хорошо держатся. То есть, они держатся не за счёт себя. Хотя они хорошо ложатся и хорошо закрашивают. А за счёт того, что вы потом нанесёте лак. Ну, извините, это вы на любую краску практически так можете закрепить. И у вас будет хорошо держаться. Из всех красок мне понравилось вот это вот. Вот она, Эйн Слоуну Пейнт. Очень хорошая краска. У неё хорошая основа. Прочитайте про неё. Я прям ссылку оставлю на эти краски, на все. Вы про них можете прочитать, посмотреть, что наносится. Но, что мне не нравилось, я сколько видео смотрела, либо два мазка там нанесут на видео, и потом не показывают там через какое-то время. Сфотографируют издалека. Вот если бы я издалека сфотографировала, у меня шкаф, посмотрите, как идеально смотрится. Вот так стало в результате всех моих покрасок. Ну, красиво же, да? То есть, любая краска, её можно красиво показать красивой картинкой. Но дело-то не в этом. И всё-таки я посмотрела, как ложится краска одним слоем, как двумя слоями. И вот когда ты сам потестируешь, то ты понимаешь, что вот эти краски, они действительно хороши накладываются тонким слоем, но много слоёв. Когда ты берёшь маленькое изделие, ну, например, там, тумбочку или что-то небольшое, то наложить много слоёв не проблема. Мне покрасить четыре двери. И по каждой двери, по нескольку раз проходить, ну, проблема, вы понимаете? Вот я сейчас прошла некоторые двери два раза, а потом уже научилась проходить один раз, я про это буду рассказывать. Вот. И это проблема. То есть, два-три раза пройтись, там, её нанести два раза двумя слоями, потом лак, перед этим вы всё обезжириваете, это действительно очень трудоёмко. У меня нет такого времени. Поэтому, может быть, я бы вот эту краску бы стала наносить, если бы не нашла другую, сейчас я буду про неё рассказывать. Причём, вот эта вот краска, которая Мирабелл, вот эта вот, тоже слоновая кость, вот она, она, вы знаете, у меня вообще такое было ощущение, что она как грунтовка. Не знаю, понимаете, вот как грунтовка. Ещё за счёт цвета, если бы она была, может быть, была другого цвета, я бы такого вот ощущения не почувствовала. Но, вот они очень близко вот по какой-то такой фактуре. Поэтому, для небольшого декорирования, небольших участков мебеля, они могут подойти после этого. Вы нанесёте лаком, вы можете работать с воском, то есть, нанести воском, там, и что-то поделать. И у них нет, как бы вам сказать, глубины цвета. То есть, они вот, когда вы их декорируете, смешиваете несколько слоёв, там, один цвет, потом другой оттенок, немножко делаете, вот, эффект простаривания, то есть, воском нанесёте, там, немножко под наждачите, то есть, ну, такой вот, переходящие такие делаете элементы, они смотрятся хорошо. Но в однотонном варианте у них нет глубины цвета. Вот я бы так сказала. Они требуют дополнительной додекорации. А у меня дверь должна была быть однотонной, монотонной и монохромной. И поэтому мне всё, вот это всё вместе, я очень даже расстроилась. Думаю, ну, что же делать? А проблема у меня ещё в спальне состоит в том, что у меня этот шкаф туда, он идеально встал по размеру, но по цвету он выбивался. И я бы, если его покрасила, значит, вот в такие светлые тона, он бы вписался. И когда я начала декорировать, я сначала хотела оставить вот элементы, вот декора вокруг шкафа такими же. Но потом, когда я нанесла, значит, светлую краску, я поняла, что мне нужно вписывать в мою мебель с зелёным обрамлением. И я начала подбирать оттенки. Думаю, хорошо, я подберу оттенок для того, чтобы не выбивалась, значит, вот эта мебель. И я пошла в магазин. Я взяла... Дело в том, что у меня кусочек от одного, от элемента декора мебели, он стал отслаиваться. Я его полностью отслаивала, взяла прям вот этот образец и с этим образцом ходила, прикладывала и смотрела краску. И мне показалось, что краску я подобрала. В этом магазине, когда я стала, значит, общаться, эта краска, кстати, вот производитель... Декармарт. Декармарт. Почему-то заклеена, и большим я вам не могу показать. Это акриловая краска. И когда я стала говорить с продавцом в магазине, она мне говорит, любой акрил на всё, что угодно ляжет. На всё, что угодно. Вообще не думайте об этом. И вообще не это самое. Я стала читать, что здесь на дерево она, на картон, на бумагу, на камень, на металл, на стекло, на пластмассу, на всё она ложится. То есть я так подумала, вау, классно. Это то, что я хотела. Я возьму на пробу, а потом решу. Хорошо, что я взяла на пробу, потому что даже я, значит, взяла, как она наносится, нанесла в одном месте, понюхала её и сказала, нет, ребятушки, я этой краской работать не буду. Это детская комната. Вот запах. А у меня... Дело в том, что я смогла ребёнка только на неделю к бабушке пристроить. Не буду об этом подробно. Вот. И мне уже докрашивать было при ребёнке. И при этом я уже поняла, что вот этими красками, если докрашивать, то... то... они вообще без запаха. Они хорошие, они без запаха. Вот. Но что же мне делать дальше, понимаете? Я стала читать посты про краски. Я очень долго, около месяца потратила на это время. И я решила, что я тогда перекрашу всю мебель, вот эти вот элементы декора. То есть у меня у мебели, ну, как бы вот эти зелёные вставки, где-то у тумбочки чуть подкрашены, то есть полосками. В принципе, по времени, потом у меня перекраска заняла около часа. Недолго это перекрасить. Вот эти элементы. Вопрос подборки цвета. То есть я сначала пошла по пути, что я подберу цвет пот и докрашу только некоторые элементы. По ленивому пути. Нет. Когда я это сделала, я поняла, что в цвет я никак не попадаю. Вот. Но никак не попадаю. У меня, когда вот эти вот зелёные оттенки, их получается, у меня настолько они разные. Бросается в глаза. Особенно на кровати. То есть внизу покрашена тумбочка, вверху вот этот вот элемент, где у меня ободрался, такая декоративная, да, вставка. И вот выбивается. То есть нужно покупать в один цвет, всё перекрашивать. А чем перекрашивать? Если вот эти вот краски, я поняла, да, что они не на всё ложатся, а вот которые, на которых написано, что на всё они ложатся, они не пахнут. Я расстроилась. И уже думаю, раз они мне сказали, что акрил на всё ложится, я буду подбирать вид акрила, который мне нужен. И я попала в Костораму на очень хорошего менеджера. Он мне подобрал отличную краску, и мы её задекорировали. Ну, то есть колер добавили. И я ей уже всё перекрасила. Так вот, у меня была разная фактура на разные мебели. И в 90% меня устроило, как она легла. В 90%. И я была прям в восторге, потому что вот именно вот эти элементы у шкафа, она хорошо легла, одним слоем всё у меня закрасила. И всё нормально. И я уже тогда посмотрела, как она мне эти элементы закрасила. Я решила, что я вот внутри вот этот шкафчик ей покрашу, и будет у меня уже такой красивый элемент. То есть я постепенно приняла решение. И я пошла, и вторую краску вот для этого заказала. Уже намешала тот цвет, который я хочу, и он уже был ближе, более тёмный, более такой вот, видите, то есть вот, ну, их реально как бы видно, да, вот видите, вот эти белые, вот они, краска, да, и вот это вот, вот это слоновая кость, а вот это ещё не слоновая кость, и ещё она ближе к белому. Так вот смотрите разницу, видите, вот согласитесь, что это белый, а вот это вот слоновая кость, то есть чуть-чуть желтизной, вот именно такой цвет я хотела. Я не пошла всё украсить. Но когда краска вот эта высохла, то на некоторых, вот, например, на столе на моём, я стол тоже перекрасила, потому что он у меня был, ну, тоже выбивался из цвета, отдельно покупался, и не был в гарнитуре, в общем, и, ну, выбивался, и раз я уже всё перекрашиваю, я ей, то у меня столешница, даже через несколько дней после покраски, всё равно начала коцаться. Но дело в том, что у меня будет покрытие, причём я там для школьника, ребята, подобрала покрытие, обязательно посмотрите моё видео на детском канале по подготовке к школе, я там в школьных закупках покажу. Я нашла покрытие, которое размечено с правильным положением нахождения тетрадки под углом, вот, то есть я нашла девочку, которая такая же, так же загоняется, как и я, наверное, по каким-то вопросам, то есть она в своё время поняла, что ребёнок не может под правильным углом держать тетрадь, и поэтому она, значит, вот разработала вот эти вот, потому что обычно прозрачные накладки на стола, и я вот в августе, её сейчас вот, она мне должна прийти, я вам обязательно на детском канале покажу. То есть для стола не проблема, на мебели оно держится, то есть всё-таки не на всех поверхностях держится, понимаете? И хорошо, что я стала тестировать, потому что когда я всё нанесла, я поняла, что на шкафу я согласна, что пусть у меня будет эта краска, она прекрасная краска, держится отлично, она не из дешёвых, и вот я говорю, вот на 90% ковид поверхности, она отлично держалась, то есть акрил, да, в 90% производитель мне сказал правильно, то есть продавец, что она будет держаться, но всё-таки не на всё, несмотря на то, что я лаком покрыла сверху стол, то есть я сверху покрывала лаком дополнительно, чтобы не смазалось, но тем не менее, всё равно это произошло, потому что краска внутрь структуры, она вот, сейчас я поставлю, она не прошла, понимаете, вот как это объяснить, дальше, почему я не стала, то есть я могла внести декор вот в эту краску, потому что у меня проблемы с поставкой, первое, второе, я прочитала пост, что если вы вносите колер любой вот в эти краски, то тогда уже производитель меняется состав, и он не будет уже нести какую-то ответственность, то есть у них есть линейка, неплохая линейка с цветами, но они уже не будут нести ответственность, то есть у них нету своих колеров для того, чтобы мешать со своей краской, а посторонние колеры вы можете замешать, пожалуйста, это, кстати, услуга отдельно, стоит платно, вот в костараме 20 рублей килограмм стоит, то есть вы можете, по-моему, и свою краску принести, они вам замешают, но это нужно уточнить, но можно позвонить, потому что я на их краске это делала, то есть в принципе я могла найти место, где заколерую именно там чужую краску, но для меня это всё было проблемой, вот не хватит краски, мне что перемешивать, поэтому я пошла по простому пути, то есть я посчитала, раз уже я всё равно эти краски мне не подходят, то есть для перекраски мебели, что то, что это нормально, а это более доступно рядом, ну сами понимаете, вот, но у меня проблема с дверью, я уже была в таком состоянии, что я плюну на эту дверь и скажу, да не буду я тебя красить, понимаете, вот уже думаю, ну уж ладно, вот реально, буду жить так, вот, но я начала писать, вспомнила про, у нас здесь в Королёве есть очень хороший магазинчик, в который я заглядываю, и я там покупала, я знаю, что у них подобных красок нет, но я решила с ней посоветоваться, то есть я решила с ней посоветоваться, говорю, вот ты знаешь, я у них там, кто смотрел, я красила новогодние игрушки деревянные, то есть, да, вот такие всякие краски для ребёнка, вот для занятий, видео, вот я оставлю ссылочку, посмотрите, я раскрашивала, как, ну, красивые игрушки у меня получились, так вот, я с ней решила посоветоваться, и она как раз-таки сейчас в процессе того, что она вот этим же вопросом занималась, представляете, то есть она, я одна из первых покупателей её вот этой вот краски, я посмотрела один обзор, потому что обзоров практически на Ютубе не было, девочки, у неё 300 просмотров, но только она начинается, какая ей благодарность огромная, потому что она вот сказала самую главную фразу. Это гибридные краски от Cadence, эти краски мультиповерхностные, и это революция в декоре, вас удивят настолько, что вы не захотите больше пользоваться ничем другим. Эта краска, смесь меловой краски и эмали, и у неё как раз двойное свойство, то, что не достаёт вот этим вот меловым краскам, вот этим вот, да, вот на основе меловых, которые вот я вот эти вот купила для декорирования. Сам бутылёчек даже необычный, но это, кстати, из-за структуры этой краски. Здесь очень одинаково написано, вот с этой вот акриловой, что они ложатся на любую поверхность. Но, вы знаете, я уже опытная, я понимаю, что одно написано, другое нужно тестировать. И когда я с ней общалась, у меня осталась полка недокрашенная. Я решила, что я полку оставлю для тестирования вот этих красок. Я попросила 2 цвета на тестирование, потому что, видите, вот этот вот какой-то вот, он глубокий, но ближе такой, да, к тому, что я хотела. Конечно, это не слоновая кость, но я уже что-то, так вы знаете, думаю, если что, лучше плитус, у меня уже такие мысли. Вот, и взяла серую. Когда я протестировала, муж пришёл у меня, однозначно мы поняли, что мы берём серую, потому что вот она прям идеально к нам везде подходит. То есть вот когда всё сошлось. Когда я её начала наносить, я просто вот выключила камеру после тестирования. Я вот с этими бутылками вот так вот по дому носилась. Ура! Ура! Господи, спасибо! Вот реально я, у меня был восторг неописуемый. Почему? Потому что она вот то, что я хотела. Это монохромный, единый цвет, матовый, который единым слоем укладывается на поверхность. Мне не нужно многослойность наводить, да, то есть это быстро я всё перекрашу. Вот. Она всё прекрасно. Как она ложится? Как она? Я вообще думаю, господи, ты услышал меня. То есть я во вселенную отправила информацию, и ко мне вернулось то, что я хотела. Вот. И когда вот эта краска ко мне пришла, то есть я даже формат видео, который я сейчас снимала, то есть я хотела сделать, я перекрашиваю, такая вся, такая раз такая, вот свой мебельный шкаф. И у меня была красивая картинка. Это было, это стало. Красиво же, хорошее же видео бы получилось, все бы смотрели, сказали, как у вас интересно получилось. А делала я формат, что, ребята, несмотря на то, что красиво у меня получился шкаф, ни одной из той краски я дверь перекрашивать не буду. Если я буду перекрашивать, а у меня перекраска мебели на даче ещё предстоит, я буду рассматривать эти акриловые краски, возможно. Но, вот эти краски, это те, которыми стоит работать при декорировании именно мебели и больших объёмов, чтобы у вас не было проблем, чтобы у вас всё было тики-туки. Эта краска отлично ложится. Я её в следующем видео, как я перекрашивала дверь, я все тонкости расскажу. Какой валик нужно? Нужно ли... Они вот пишут, что вообще не нужно наносить никакой грунтовки. Я попробовала с грунтовкой. И я расскажу, что хорошо, а что плохо. Понимаете? Потому что в одном видео ты всё не расскажешь. И слова бессмысленны. Нужно показывать, вот как красила, и в каком случае, как вот результат. Иначе это всё будет бессмысленно. Но если вы не дождётесь моего видео, да, да, где-то я раз в неделю сейчас выкладываю по краске, у меня будет несколько видео. Так вот, ребятки, не бойтесь. И найдите, вот не кидайтесь, вот как я, я сделала правильно, что начала тестирование со своего шкафа. Я сделала правильно. И вы поступите так. Зайдите на любую мусорку, на любую мусорку. Найдите там дверь. Не несите её домой с мусорки. Не обязательно. Вы прямо там покрасьте её и посмотрите. Но проведите тестирование краски. Понимаете? Вот только после этого начинаете красить. Любое видео. Вы видите, вот я, да, может попасть так, что у вас и акрил пойдёт. А кто знает. Дальше. Эта краска дороже в два раза. И в два раза меньше расход. То есть в результате на большой бюджет, то есть на четыре двери мне понадобилось две краски. Вот они у меня. Две краски. Вот. На четыре двери. Если бы я брала другую краску, у меня бы расход был больше. То есть у меня вот по вот этим краскам, которые вот я заказывала, у меня получалось, что мне нужно по их расчёту, они мне, ну, я смотрела, мне бы сбросили это. Вот расчёт. 300 там на квадратный метр, там как-то они, а 300 на дверь одним слоем, там и так далее. То есть я всё это посчитала, у меня получилось два литра мне нужно. И по бюджету то же самое. Понимаете, за счёт того, что это одним слоем хорошо, отлично ложится. Вот так вот. Вот я вам рассказала про все краски, которые я протестировала. Надеюсь, что моё видео было для вас полезным, что оно было длинным не случайно, потому что требовало подробности. А почему что, а почему то, а почему это. И следующее видео будет про дверь, как я с чем столкнулась, потому что я крашу постоянно что-то, раз в год, я обязательно что-нибудь крашу раз в год, обязательно что-нибудь. Но, тем не менее, я себя профессионалом не назову, и как раз ошибки непрофессионалу очень важны, потому что вы же тоже непрофессионал. Смотреть видео профессионалов, то у них всё получается так шико и гладко. Когда делает покраску такой дилектант, как я, то он может дать вам такие же советы хорошие, которые, и рассказать вам про те ошибки, которые делаю я. Если я их делаю, то вы их избежите, потому что вот именно такого формата я вас понимаю, с чем вы столкнетесь. Профессионал, он работает, не замечая, какие ошибки можно сделать. Он уже всё делает правильно, у него рука набита. Но и такие видео тоже стоит посмотреть, чтобы понять, а почему он так делает. То есть, очень часто не объясняет, почему он делает так. Второй формат, чем лучше работать, потому что я протестила разные валики, разные скотчи, то есть, вот всё вот это, какие перчатки лучше использовать. Я это соберу всё в отдельное видео. Поэтому смотрите все видео, в конце видео, сейчас вы увидите по мере съёмки, я буду добавлять эти видео в окошечки, в активы. и в конце видео вы можете перейти на другие темы, чтобы дальше продолжить. И внизу в описании, и в информации я буду эти видео оставлять. Всем пока, это Таньма Таня, надеюсь, моё тестирование для вас было полезно, и вы примете решение красить и не красить, и вы примете правильное решение по выбору краски, и обязательно её протестируйте, прежде чем начать красить. Оставайтесь со мной на моём канале. Позитивный. Субтитры сделал DimaTorzok